Меня зовут Владимир, я родом с Украины. Здесь я пришел в ком-то роде искать ответы. Искать ответы? Да. На вопросы вроде того, кто я, как можно себя изменить и так далее. Куда идти дальше? В принципе, я всю жизнь хотел приехать в Непал или в Тибет, в какой-то монастырь, но никогда не получался за работе или еще чего-то. И сейчас, когда мне выдалось свободное время, я решил воспользоваться возможностью. Он был позитивным, но с крайне неожиданной стороны. Как бы этот опыт у нас реально то, чтобы сделать деконструктирование, деконстракцию эко, не знаю. Чтобы решить со всех желаний, чтобы переставить быть зависимым от материального мира. Так получилось, что я таким был больше сейчас в своей жизни. Но я не выбирал таким стать. Просто получилось из-за какой-то низкой самооценки и разных других проблем в детстве. И всю жизнь я думал, что со мной что-то не так, я должен вернуться к нормальным людям, что должен хотеть материальные вещи. Тогда мне не будет одиноко, тогда я буду обсуждать что-то с людьми. Этот опыт и эта неделя доказал, что на самом деле я правильным путем. И это они должны тянуться ко мне в какой-то мере. На этом курсе ты перестудешь хотеть материальные вещи и быть зависимым от желаний, но ты должен это чем-то заменить. Должна быть мотивация куда-то двиняться. И в этот курс за меня дадут мотивацию на любовь к людям. Должен хотеть помогать. Происходит параллельный процесс. С одной стороны, ты уменьшаешь желание заботиться о себе и распространять себя на внешний мир. В другой, ты уменьшаешь желание заботиться о людях. В моем случае вторая часть заменена на желание познать. То есть просто вот жадный инстинкт познать мир, узнать, как все работает, как все устроено в мире. Вначале, как катаются машины, как летают самолеты. И плавно я перешел к самой интересной загадке, как устроен я. И пытаюсь изучить со всех сторон. Биологическое, физическое, метафизическое, психологическое. Принципиально нового нет, того, что я бы совсем не знал, но этот курс хорошо структурировал. То есть я получал разные, не знаю, инсайты, откровения, которые я слышал в этом курсе. В разные методы своей жизни. Но этот курс просто прогнал меня еще раз по всему пути. Я вспомнил все заново, и оно больше упрямлялось в моей голове. Перестало быть хаотично. То есть пару лет назад я четко для себя понял, что, например, я застаю за атом, а в меня нет. И как-то мы работаем, но, грубо говоря, решения принимаются не мной, а чем-то невнятным. И не просто понял, как ну да, да, и ладно, и пошел спать. А именно так, ого. И оно потом поменял мою жизнь. Ну вот на этом курсе над всем повторяли. Или повторяли. Ну, чем бы очень классно, это вот техника медитации, которая позволяет тебе добиться того же, только без использования веществ, которые изменяют твое сознание. Разница между ними и медитацией в том, что они работают быстрее и непредсказуемо. Это более контролируемый процесс. И как бы тут говорили очень мудрую вещь, что они не учат искусство пустоты неподготовленных людей. Потому что если ты разберешь себя и берешь свое эго, и вместе с ней пропадутся твоя система ценностей, то что-то должно прийти взамен. Если нет нормальной альтернативы, то можно стать кем угодно. Можно как стать святым, так и потерять интерес к жизни, так и стать, так и внушить, что раз ничего нету, то и делать можно все что угодно. Когда распадается эго, когда переживается смерть эго, то можно выстроить такую систему ценностей, которая оправдает любые действия. Любой человек, который в течение всей истории действий, он всегда был прав со своей точки зрения. Будь то Далай-Лам, или будь то Гитлер, или будь то кто угодно. Они считали себя правом. И с точки зрения совпадало с тем, что они делают. И вот. Чем этот курс лучше, чем опыты наедине с собой в закрытой комнате, это то, что тут ты не наломаешь только дров. Их можно наломать там. Мне повезло, я не наломал, но... Это искусство менять границы себя. Можно знать, например, что я... Как, не знать, а... Знать как знание, что я, например, умею писать, или умею водить машину. А можно верить в это. Когда ты веришь, ты принимаешь решения в соответствии с этим. И медитация это... Ты не думаешь, что ты можешь концентрироваться, или только слышать. Ты знаешь. И потом, когда приходит момент принятия выбора, ты будешь действовать в соответствии с этим. Ты получишь уверенность в себе, что ты можешь это осуществить. Не принимая решения снова со знанием. И не... Ну, в общем, меняешь границы себя, меняешь понимание того, что ты можешь, что ты не можешь. И кто ты такой... У меня, к сожалению, все просто. Все просто и сложно. Я склонен к теории эволюции, что мы все пытаемся выжить и размножиться. Но есть один маленький нюанс, который мне сильно помогает. Что при вложении «Я хочу выжить» слово «Я» принимает самые разные смыслы. И вначале, когда мы только рождаемся, только биологическое тело. Я хочу выжить, вот он «Я». Сознание для меня — это просто электромагнитные реакции. Химия плюс электромагнитные силы. Что происходит со знанием, когда ты идешь спать? Что происходит со знанием, когда ты его теряешь? Что происходит со знанием у шизофреника, когда оно раздваивается на части? Бонус науки в том, что она работает. Она предсказывает, что будет потом, а религия предсказывает редко. Верить можно во что угодно. Наука — это тоже вера. Я не могу проверить, что атомы существуют. Я не могу проверить, что сознание есть. У меня нет МРА и сканера. Я все же доверяю людям. Просто это обычная дилемма, кому доверять. Тому, кому доверились миллионы, которые проверяли друг друга. Или пусть даже очень хорошо сложенным и хорошим сказкам, которые были придуманы тысячи лет назад. Шанс, что именно они нашли правду, минимальный. Спасибо большое. Пожалуйста.